Если коснуться электрострелеплавильного цеха, самый важный вопрос, который беспокоил и здесь присутствующий актив и весь население Балакова и прилегающих районов, это экологическая ситуация. На данный момент первый этап реализован, восстановлена полностью на 100% и функционирует система газозачистки на существующем предприятии. Для этого было потрачено порядка 100 миллионов рублей, это небольшие инвестиции, еще больше инвестиций заложены на 2020 год. Сразу на них остановлюсь отдельно, это будет изменение конструкции цеха, крыш на его части и расширение количества фильтров. Это позволит 105% убрать все выбросы, которые еще восстались и которые, возможно, негативно сказываются на репутации нашего предприятия. Спасибо за ваш прекрасный доклад. Видно, что новый собственник действительно заботится более об экологии, нежели чем предыдущий, это видно невооруженным глазом. Но хотелось бы все-таки спросить, куда вы деваете пыль, это раз. И второй вопрос частично к вам, частично к главе района. Вы в своей речи употребили такую фразу, мы восстановили работу, фертовали систему. То есть тем самым вы подтверждаете тот факт, что она ранее при предыдущем собственнике не работала или работала частично. Тогда, возвращаясь к нашему летнему разбирательству в администрации, когда собственник еще в Северстале докладывал о том, что все замечательно, это вопросы задымления города, когда город задыхался, вы помните, Сан Саныч, большая проблема была. И если это так, и получается, предыдущий собственник нам, ну, так сказать, кривил душой или врал, проще сказать. Почему, когда мы, как исполнительная власть, вы не провели такой эффективный контроль над выбросами все-таки в окружающую среду? На данный вопрос могу ответить следующим образом. То, что собственник, возможно, кривил душой, это уже на его совести остается. Но то, что мы получили в наследство, это не только касается и газочистки, и других систем. Работоспособность ее на 100% и сейчас, можно сказать, она не работает так, как нам хочется, как бы хотелось, наверное, всем здесь присутствующим. Работоспособность системы по параметрам, по тем СНИПам, по тем САНПИНам, которые существуют и которые приняты, она выполняет. Но есть визуальные какие-то нарушения, которые явились негативным взглядом на и Северсталь, и на нас в начале пути. По каким-то параметрам, согласно санитарных норм, она выполняла свои рабочие функции. И, скорее всего, был вопрос именно в этом. Выполняет, проверили, есть лаборатории, замеры, приехали, померили выбросы, никаких вопросов нет по отклонению. Но тот визуальный эффект, который приводила газочистка, выбросы эти, они вне контроля, вне данных СНИПов и санитарных норм. Возможно, дело в этом. Я готов тоже продолжить. Во-первых, мы не смотрели просто так и сами на клубы, как говорится, дыма. И те просьбы, которые были от жителей, мы сразу же реализовали, предоставили непосредственно в рамках наших полномочий, а это в большей степени полномочий по экологически составлять по воздуху Росприроднадзор. Мы направили все письма. Сюда оперативно выехал со стороны всех федеральных структур лабораторий, вы об этом тоже знаете. Они проводили в рамках ПДК, производство, допустим, программы экологического контроля, которая составлена на данном предприятии. И при помощи тех контрольных замеров, которые имеются в данных лабораториях, соответствующих, лицензированных лабораториях, проверили замеры все ПДК, они соответствуют программе, которая составлена на данном предприятии. Я соглашусь с руководителем о том, что в рамках ПДК нарушений не было. Но есть визуальные вещи, о которых компания сейчас сказала, руководитель подпределения сказала. То есть, сложа руки, никто не сидел, мы такие же жители и так же дыжим тем же воздухом, и нам не безразличны качества этого воздуха.